В Ленинском суде Владимира финальная часть громкого дела бывшего директора комбината Тепличный. Виктору Шляхову зачитывают приговор. Напомню, в его деле шесть эпизодов. Получение взяток в крупном и особо крупном размере, коммерческий подкуп, хищение имущества комбината, злоупотребление должностными полномочиями. Страна обвинения просила для подсудимого 14 лет колонии. Приговор Виктору Шляхову зачитывали два дня. В зал суда он вошел, опираясь на палку, и слова судьи слушал стоя. По совокупности совершенных преступлений Шляхова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей. Реальный срок гособвинителя удовлетворил, но тем не менее прокуратура намерена подробнее изучить материалы приговора. Факт остается фактом. Помимо штрафа Виктор Шляхов должен возместить все суммы взяток. Шляхов обвинялся в присвоении денежных средств комбината в размере 390 тысяч рублей. Данная сумма с него взыскана в счет комбината. Кроме того, в доход государства взыскана денежная сумма, которая получена Шляховым в качестве взяток и в качестве коммерческого подкупа. В общей сложности это 4 миллиона 400 тысяч рублей. Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов возглавил в 2014 году. Уже через год предприятие получило прибыль, позволившую начислить некоторым руководящим сотрудникам премии. По версии следствия, Шляхов поручил своему заму собрать часть этих денег для себя. Суммы исчислялись сотнями тысяч рублей. Правоохранителем Шляхов заявил, деньги хотел потратить на личные нужды и на улучшение работы комбината, а потом все вернуть. И это лишь один эпизод дела. В судебном заседании он все же признал под влиянием непровержимых доказательств, что деньги действительно перечислялись на его карты. Но получение наличных денег он так и не признал. Вот эти объяснения по поводу добровольных пожертвований, ну, они выглядят неразумными, нелогичными и полностью провергаются имеющимися по делу доказательствами. В первую очередь, это показания лиц, которые передавали им, перечисляли ему эти денежные средства. Своей вины Виктор Шляхов не признал ни по одному эпизоду, заявляя, на него оказывали давление сотрудники силовых структур. В ходе разбирательства подсудимый просил условного наказания. Вместе со своим адвокатом он также намерен досконально изучить приговор и, возможно, обжаловать его. Екатерина Гаврила, Стас Трегова, Губерния, 33.